Илон Маск купил Твиттер пару недель назад, и он недавно провел опрос, задав простой вопрос, стоит ли восстановить Дональду Трампу учетную запись. Опрос набрал более 12 миллионов голосов, и победили те, кто за. И сразу же, как обещал, Илон Маск восстановил аккаунт Трампа. CBS News были очень разочарованы. Они за демократию, но никогда кандидатам в президенты позволяют выступать публично. Поэтому они ушли из Твиттера, заявив, что их безопасность была под угрозой. И это на программе «Лицом к нации», которая, похоже, еще выходит в эфир. Они взяли интервью у полностью дискредитировавшего себя профессора, который заявил... Пристегните ремни! Что русские наверняка взломали опрос. Я думаю, что эти опросы проводятся просто для привлечения внимания, и, по-моему, высказались вовсе не люди. Высказалась ГРУ, это... Российская разведка, верно? Сто процентов. Твиттер стал площадкой плохих акторов и распространяющих фейки-ботов. Этот опрос бессмысленен. Как этот тип может преподавать в УЗИ? Он шарлатан! Русским что, больше делать нечего? У них там конфликт, но нашлось время взломать опрос в Твиттере. Кстати, может, так и есть. У него нет доказательств? Вообще никаких? Сам выдумал, сам бросил. Обвиняем иностранное правительство. Ведущая просто поддакивает. На MSNBC предложили такой взвешенный взгляд на ситуацию. Смотрите. Мне просто противно, но чего еще ожидать от очень белых, привилегированных, цис-гетеро-мужчин, защищающих друг друга? Мы вечно путаем богатство и наследство с гениальностью. Ура! Илон Маск получил, чего хотел. Его приятель снова в эфире, чтобы окончательно сжечь демократию, пока сам он уничтожает дискуссионную площадку. Угу. Снова нападки на белых. Кстати, почему это разрешено? Стоит только включить MSNBC. БЕЛЫЕ ЗЛОДЕИ! Это нормально? Никого не смущает? Можно так вот просто выделить расовую группу и атаковать их из-за цвета кожи? Я думал, это неправильно. А как же движение за гражданские права? Видимо, никак. Винс Колинес, известный радиоведущий в Вашингтоне и очень мудрый человек. Он присоединяется к нам. Винс, предполагает ли демократия, что кандидатом в президенты можно выступать перед публикой? Знаешь, несмотря на весь этот визг левых по поводу демократии, удивительно, как они просто впадают в ступор, если противоположная точка зрения достигает большой аудитории. Это их бесит больше всего. Если чьи-то противоположные точки зрения, когда Канни Уэст говорит, что он против абортов, они с ума сходят. Если у Дональда Трампа может появиться возможность снова писать в Твиттере, он еще ничего не твитил, кстати. Если у него может возникнуть такая возможность, у них идет пара из ушей. А причина тут в том, что их идеи настолько хрупкие и неподкрепленные, что они не хотят вступать по ним ни в какие дебаты. Если вы задавались вопросом, почему левые стали такими сумасшедшими, это потому что они создали герметичную эхо-камеру, куда не проникают противоположные точки зрения. Иначе эти идеи могли бы получить разумный отпор. Вот мы и дошли до «О, нам надо калечить детей, Байден может контролировать погоду, надо только дать ему больше власти». О, русские украли выборы 16-го, попытались сделать это в 20-м, а теперь еще и проголосовали в вопросе Илона Маска. Все эти заблуждения левых подпитываются их интеллектуальной дряблостью, порожденной средой, где противоположные мнения высказывать не разрешают. Это ты мудро подметил. И может я придираюсь к словам, но как можно в одно предложение помещать слово «демократия» и высказывание о том, что политику-кандидату нельзя давать слово? Как может существовать демократия без свободы слова? Такого не может быть по определению, так не бывает, верно? Или я что-то не так понимаю? Все так, это подвижки к авторитаризму, потому что взгляните на то, что произошло всего пару недель назад. Джо Байдена спросили, эй, а что насчет Твиттера, вы собираетесь проводить расследование их деятельности? А он такой, да, нам, пожалуй, стоит этим заняться, а федеральному правительству следует изучить зарубежные деловые отношения Твиттера. Что? Парень, которого небезосновательно обвиняют в том, что его подкупали украинцы и коммунистическая партия Китая, стоит там и читает нам лекцию о том, как мы должны установить, подкупали ли Илона Маска. Маск ведь позволяет вести дискуссию, а не ограничивает ее. Да. Это забавно, если позволять себе позабавиться, а это полезно каждому хоть на минутку в день. Винс Коллинос, рад был тебя видеть. Спасибо, Такер. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok